Хотя настольный теннис вид спорта непривередливый и больших пространств не требует, турнир среди исправительных колоний Рязанской области должен был состояться под открытым небом. Но погода внесла свои коррективы. В помещении клуба ИК номер 2 встретились шестеро спортсменов. Каждый из них перед этим решающим соревнованием уже стал лучшим, выиграв внутренний турнир в своем исправительном учреждении. Спортивные соревнования проводятся во всех учреждениях Рязанской области. Согласно плану культурно-массовых и спортивных мероприятий. В данном случае такие планы предусмотрены воспитательным процессом, отделом по воспитательной работе УСИН России Рязанской области. Соответственно, первоначально проходят отборочные туры на базе колоний по отрядам, по центрам исправления осужденных. Здесь я выиграл по колонии первое место. Сейчас между колониями будем соревноваться. То есть именно потому, что выиграли, вы получили право представлять свою колонию. Болеет за вас кто-нибудь, придет? Сейчас приду, сейчас с работы вернутся и придет. Кроме специфики места проведения, турнир ничем не отличается от стандартных спортивных соревнований. Соревнования проводятся не первый раз. Мне уже приходилось однажды судить здесь соревнования. В нынешних соревнованиях участвуют победители внутренних соревнований каждой колонии. То есть от каждой колонии один участник. И они определяют победителя в Рязанской области, среди исправительных колоний. Сами соревнования практически ничем не отличаются от любых других соревнований. Правила соревнований одни и те же. По словам Николая Зотова, около 80% осужденных занимаются спортом. А в колониях, в свою очередь, создают все необходимые для этого условия. У нас есть свой спортгородок. Наличие спортивной базы, спортинвентарь, соответственно. Для проведения футбола, хоккей у нас есть спортплощадка. В зимнее время она, соответственно, заливается. Для проведения хоккея, ну а летом, соответственно, естественно, футбол. Да, я занимаюсь на спортплощадке, занимаюсь постоянно жалеться. Болдебилдинг. В настоящее время у нас как бы проходит просто эксперимент на базе УФСИ на России по Рязанской области по созданию проекта Центра исправления осужденных. Первоначально, соответственно, создается внутренняя команда по Центрам исправления осужденных среди участников по осужденным, соответственно. Выявляются наиболее сильнейшие подготовленные осужденные, в данном случае по анастольному теннису. И выявляются в ходе проведения турнира по конкретному исправительному учреждению лучшие. Исправительные центры для осужденных нововведения, которые позволяют четко структурировать систему общения с осужденными. В каждом таком центре есть социальный работник, психолог, организатор спортивных мероприятий и другие специалисты. Внутри, например, исправительной колонии номер два, где сегодня состоялся турнир, таких центров пять.